И всем привет, ребят! С вами MrBanker. Сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен новому ивенту, который стартовал у нас в пятницу. Именно в этот день у нас старт, наконец-таки, долгожданного ивента потери контроля, который, на мой взгляд, должен преподнести много чего интересного. Уже вчера у нас появился анонс этого ивента и появилась информация о том, что у нас победившая фракция получит фриза Legacy, которого, как вы знаете, я очень и очень давно ждал. Ну и вместе с этим появляются специальные заданки, появляется специальная определенная новая валюта, которую нужно фармить, чтобы получать дополнительные награды в этом ивенте. Сегодня вместе с вами мы приобретем спецпредложения. На момент пятницы утра пока что у нас статистика не идет в зачет. В очередной раз у нас есть проблемы с этим параметром, как и в Аркаде. Надеюсь, что в ближайшее время это все дело пофиксит и, наконец-таки, она начнет работать как надо. И можно будет видеть топ-5 фракции. Каждый, кто набрал сколько пробирок и кто уже летит за какими призами. Ну а мы приобретем два спецпака на моем основном аккаунте и спецпак на моем бездонат аккаунте. К сожалению, в саму игру я не смог зайти со своего основного аккаунта. Не знаю, с чем это связано, но почему-то с основного аккаунта я зайти сюда не могу. С моего бездоната меня пускает и у меня появляются вопросы. То есть, что на одном аккаунте, что на втором аккаунте у меня есть двухфакторка, но на одном аккаунте у меня есть возможность зайти, на другом нет. Хотя при этом я еще до сих пор не покупал спецпредложения ни на одном, ни на втором аккаунте. Будет ли возможность вообще посмотреть, за какую фракцию я попался. Сейчас мы вместе с вами это узнаем. Ну и появятся, я так понимаю, первые задания, которые можно будет уже выполнять. Всего будет 24 заданки и каждый день у нас будет плюс одна новая миссия. Хотя изначально, когда появлялся только этот ивент, была информация о том, что чем больше заданок ты выполняешь, тем больше заданок ты получаешь. И чем больше пробирок ты имеешь, тем больше у тебя заданок есть возможность получить. То есть, в моем понимании, это должно было работать неравноценно для всех, а в зависимости от того, с какой скоростью вы выполняете заданки и с какой скоростью вы заинтересованы в получении новых пробирок. У тебя, в зависимости от этого, будет больше, либо меньше заданный чек. А тут у нас все, как всегда, сместилось в сторону того, что у нас просто каждый день будет плюс одна новая миссия. И получается с первого дня, то есть с сегодняшнего дня, 16 декабря, у нас просто будет при покупке в гараже одна миссия с пробирочкой, которую я смогу заработать. Также в этом ивенте есть возможность покупать пробирки, и я хотел бы поставить сразу цель. Вы знаете, что у нас в этом ивенте есть скин-контейнер за, если не ошибаюсь, 45 пробирок. И давайте поставим такую вот интересную цель. Для всего, ну, мне в принципе, ну, наверное, так много не надо будет пробирок, но в любом случае. Мы ставим цель, у нас есть возможность покупки пробирок за кристаллы, я так понимаю, что это не единоразовая акция, очень сильно надеюсь на это. И ставим такую цель на лайки. Каждая пробирка это 10 лайков, но, 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 для того, чтобы мы купили пробирки, надо набрать на этом видосе 300 лайков, если у вас есть интерес в этом ивенте. Набираем 300 лайков, и я покупаю в следующем видосе 30 вот таких вот замечательных пробирочек. Приобретаю на свой основной аккаунт, ну, и благополучно даю буст команде. Ну, а в какой команде мы будем, да, и как это все дело будет работать? Мы это посмотрим, обязательно, но пока что, как я говорю, статистика, к сожалению, ничего не показывает, поэтому мы просто приобретаем особый допуск. Пропуск события, зомби, иммуны, две краски и распределитель. Подтвердить. Есть контактик на моем бездонат аккаунте. Мы тоже приобретаем, хоть и с точки зрения бездоната, наверное, особо в этом большого смысла нету, потому что нужно покупать при любом раскладе пробирки, чтобы в этом был смысл с точки зрения получения дополнительных наград, потому что за миссии можно получить только 24 пробирки, и, по сути, за 24 пробирки вы в сумме сможете заработать 15-ку ультра, 66 тысяч кристаллов, гриф МК-7, гелиус на рикошет, ну и здесь куча такой расходки. Даже не 15, 30 получается, да, 30 контейнеров. И дальше, дальше, я вот уже думаю, что надо будет, скорее всего, делать приобретение этих пробирочек, но с точки зрения бездоната, насколько ли это выгодно, мы будем за этой темой следить, ну и, в принципе, ивента продлится довольно на длительный период времени, как раз-таки после скидок, возможно, будет возможность накопить кристаллы и как раз-таки уже их потратить на эти пробирки, чтобы залутать дополнительные награды и залутать как раз-таки вот этот вот замечательный скин-контик даже на бездонате, поэтому на бездонате мы тоже приобретаем эту спецуху, благо у меня танкойнов довольно-таки много на сегодняшний момент времени, поэтому на двух аккаунтах мы покупаем распределитель, ну и главное, конечно же, в этом ивенте это фрис xt, который я лично уже давным-давно хотел, надеюсь, что наша команда сумеет выиграть без никаких распределителей, перевыбирателей, там и прочих вещей, мы сможем все это дело залутать, и, кстати, было очень интересно посмотреть, сколько стоит как раз-таки этот сменщик фракции, но пока что я так понимаю, что его здесь в продаже, к сожалению, нету, и мы даже не можем посмотреть. Так, но краски я приобрел, соответственно, я обновляю страницу, может быть, что-то у меня здесь поменяется? Нет, ничего абсолютно не меняется, непонятно, за какую фракцию я нахожусь и за кого я буду играть. Посмотрим, что у нас по заданкам, появились ли задания, должно появиться заданка на топ-3, я так понимаю, что они будут идти просто по порядку. Да, эта заданка появляется, нужно попасть в топ-3 на, ну, в любой, короче, катке. Просто топ-3 в любых матчмейкинговых боях даже не нужно побеждать, просто занять топ-3, поэтому давайте отправимся в бой, ну и попробуем сразу же забрать наш топ-3 и выполнить первую заданку, заработать первую пробирочку. Ну, а вам можно тушануть 30 пробирочек, если мы 300 лайков в этом видосе наберем. Очень надеюсь, я уже не знаю, в который раз говорю, но очень сильно надеюсь, что этот ивент будет работать без никаких проблем, потому что на сегодняшний момент времени аркада закрыта, и опять есть сбои, опять есть проблемы с ней, и при всем этом у нас выходит новый ивент. Также у нас появился новый интерфейс, вы видите, как он выглядит, но я сразу вам даю лайфхак, вы заходите в графику, или куда вы заходите, не помню, куда вы заходите, но сейчас мы быстро это найдем. Так, битва, боевой интерфейс в центре экрана. Сразу по лайфхаку мы делаем вот такую темочку, меняем интерфейс на наш привычный и начинаем уже играть. Что-то по яркости тоже здесь есть какие-то приколы, потому что мне визуально на глаз как-то не очень привычно все это дело выглядит, но я думаю, что это по большей части дело привычки, поэтому я надеюсь, что мы сейчас к этому всему потихонечку-потихонечку привыкнем. Вот эта вот ядерка, я так понимаю, овердрайв, да? Над танком противника. Ну и посмотрим, что у нас вообще получится здесь вместе с вами. Мне надо топ-3 за эту катку успеть каким-то магическим образом получить, при том, что у нас это стадиол! Да, то есть, ну не самая, наверное, удобная карта для реализации как раз-таки таких заданий. Но можно попробовать, например, запушить вражеский респ и попробовать оттуда покидать урончик. Быть может, у меня это получится сейчас сделать. И тогда мы постараемся уже эту заданку благополучно выполнить от вражеского спауна. Так, хорошая тычка у нас залетает здесь по васпику. Можно ему сплэшом выдать еще тычечку. Сразу сверху на раскруточку уходим. Так, ну и вижу я здесь титанчика под куполом. Сразу ему сарделечку бах! Здесь снизу два танчика. Можно попытаться раскрутиться. Скорпиончик у меня сводится. Аккуратненько. Чтобы не улететь от стеночки. Добавочку делаем. Так, ну и пробуем жить. Пробуем жить. Пробуем накидочку какую-то реализовывать. С переключением расходки какие-то тоже приколы. Что-то у меня сразу расходка не переключается идеально. Как-то немножко не так работает. Но визуально, визуально я скажу, что в принципе я уже это покатал на этом интерфейсе. Даже ТКВшки играл на этом интерфейсе. Даже с неудобной раскладкой. Я вам могу сказать, что в принципе он стал визуально, наверное, более такой мультяшный. Но, ну, наверное, эти раскладки с точки зрения того, что все у нас идет вперед. Вот, да, они имеют место быть. Да, они имеют место быть. Ну и в принципе визуально просто станет на дистанции все это дело выглядеть приятней. На мой взгляд. Как оно будет на самом деле, я не знаю. Так. Ну, меня в очередной раз респят. 7 минут до конца. Нужно забирать. Обязательно топ-3. Обязательно топ-3. Победа тут точно будет. Хотя мне даже победа особо-то и не нужна. Нам надо просто топ-3. И, по идее, у нас шансики на это топ-3 имеются неплохие. Так. Пробуем залепилову сделать. Так. Ну и там гауссы сводятся на постоянной основе. Единственное, к чему надо будет привыкать, это к новым иконкам. Потому что я так понимаю, что здесь в гараже эти иконки остались прежними. Хотя для меня это, кстати, непонятная вещь. Почему, например, в гараже иконки остаются прежние, да. А в бою у нас иконки становятся новые. Да. Если у нас в бою иконки новые, то, значит, и в гараже иконки тоже должны быть новые. Чтобы не было потом никакой путаницы. И чтобы не было никаких дополнительных вопросов. Да. То ты заходишь в гараж, ты видишь старые дефолтные иммунки, да. А в бою ты видишь уже новая их обновлённость, да. То есть, например, вот такое какое-то устройство, да. Хотя... О, подождите, не понял. Почему одна иконка здесь обновлённая, а другие не обновлённые? Это как работает? Ничего, не понял. Эти иконки не обновлённые. А это обновлённые. Ладно, не понял прикола. Но, походу, что-то опять поломалось. И что-то не вышло так, как надо было. Ну, ладно. В принципе, у нас за последнее время много есть непонятных таких вот моментиков. Шероховатостей, которые происходят. Но я надеюсь, что это всё в ближайшее время пофиксят. Так, и у нас поменялся ещё и цвет надписей. Интересно, под каждый статус эффекта определённая надпись, определённый свет или нет. Не знаю, как это работает. Надо будет потестить, посмотреть. Так, пробуем запушить на базу противника. Сразу нанит рулечки аккуратненько, пока меня никто не видит. Конечно, меня никто не видит. Меня-то все видят. Я же такой... Хотел бы, конечно, быть незаметным. Но меня всегда все видят. Так, 333 очка. Мы уже залетаем в топ-3. Это хорошо. Но закрепиться на вражеском спауне мне не удалось. Поэтому что мы делаем? Мы пушим, 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 пушим. Пушим. Так, и теперь аккуратненько начинаем плотную накидочку. Накидочку. Раскручиваемся. Так, и диктатору можно здесь тоже поднакидать. Хорошо меня здесь... Ой, кошечка. Опять эта кошечка. Опять эта кошечка со своим... Со своим подрывником. Блин, ну я ненавижу этот дрон. Просто я его ненавижу. Покажите мне человека, который придумал этот дрон. Зачем он нужен в нашей игре? Просто. Это самый ужасный дрон, который только есть. Я просто ненавижу играть против него. Особенно, когда типы вкатывают в меня. Так. Ладно. Мы не расстраиваемся. Мы просто пытаемся выполнить все необходимое. Так. Опять! Боже, я бегу просто. Просто убегаю. Не хочу играть против этих замечательных подрывничков. Так. Ну и у нас топ-3 вроде как железно закрепляется. Вроде как железно закрепляется. Должны забирать. До срочки, скорее всего, в этом бою у нас не будет. Поэтому продолжаем так же само въезжать. Вкатывать во вражеский рез. При том, что я запикивался-то в начатый бой. У тиммейтов чуть есть преимущество с точки зрения набора. Здесь всего. Так. На ДДшку переключаться не будем. Просто от стеночки дорабатываем. Так. Ну и пробуем здесь поймать вот так вот возможность. Здесь такая интересная. Подъемчика кинуть. Так. Ну и есть такая еще возможность. Ой, хорошо было. Но надо было на аптечке сразу прожиматься. Тогда бы поинтереснее все это дело сработало. Так. Ну а наши тиммейты тем временем забирают еще одну точку. Или пока не забирают. Надо помочь. Надо помочь. Надо помочь. Надо помочь. Ой-ой-ой-ой. Какие-то приколы. Прожать им расходки тоже. Либо я сам щелкаю не на те расходки. Блин, оно как-то не так работает. Так. Ну мы первое место забираем. Три минутки до конца. И сконтактичек у нас неплохой. Это хорошо. Это очень хорошо. Так. Опять эта изида противная там. Вдалеке. Но мы ей можем чуть поднакидать. Вот так вот. Ой, хорошо. Залетик съесть. Ну и контролинг тоже имеется. Две минуты остается. И мы можем даже по идее сделать досрочку в этой катке. Поэтому пробуем. Может быть получится. Может быть получится сделать досрочный боечек. Так. Контрол. Нифига себе. Рельса меня ваншотит. Это прикол поймал. А с чем эта рельса меня сейчас ваншотнула? Света, света, света. Ага. Понял. Меня ими рельса ваншотнуло. Только я не понял. Ладно. В любом случае. С рельсами у нас произошли определенные изменения. Поэтому быть может она. Стала более какая-то приятная. Более жесткая. Смотрим. В ближайшее время. Как она себя проявит. Так. Ладно. Мы пока прячемся. Аккуратненько не пикаем. Противничек особо тоже не уезжает. Ну и это досрочка. Это досрочка. Это первая пробирочка в кармане. Это первая пробирочка в кармане. И 7000 за досрочную катку. Кто-то сегодня мне говорил, что повышенных фондов у нас в матчмейкинге нету. Но вроде как по моим ощущениям все есть. Все. Забираем первую пробирочку. При том, что у меня есть 26 дней. Чтобы ее даже забрать. Но мы ее забираем сейчас. И у меня на основе уже одна пробирочка есть. Но остается только фармить. Ждать новых заданок. Было бы, конечно, интересно, если бы оно появлялось бы сразу. Вот так вот сейчас бы. Хоп. Вышел. Зашел. И появилась новая миссия. Выполняешь следующую миссию. Потом выполняешь еще одну. Появляется еще новая миссия. И ты так просто заходишь и выполняешь миссию, 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 миссию. Так как ты выполнил предыдущую. А не то, что у нас ежедневно просто появляется по одной миссии. Так было бы намного, намного интереснее. И если честно, именно так я представлял для себя этот ивент. Потому что говорили о том, что если выполняешь определенные миссии, то появляются новые. В зависимости от того, больше у тебя пробирок есть, больше миссий появляется. Но немножечко ситуация у нас другая. Вот такой вот ивентик стартовал. Надеюсь, что он принесет вам море новых позитивных эмоций. Мне в том числе. Давайте постараемся набрать трехсоточку. Я в принципе думаю, что все шансы у нас на это есть. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про то, что у нас уже на этих выходных будут итоги розыгрыша по моему личному тегу. Поэтому если у вас еще вдруг его не стоит и у вас есть возможность как бы поучаствовать. Заходите в настройки игры, в аккаунтик. Мой личный тег это тактимп. Устанавливаете его. И оформляете какую-то покупочку в магазине за реальную валюту. Дальше переходите в описание. Находите форму. Заполняете ее. И участвуете в розыгрыше. Все максимально просто. Ну и есть возможность нехило заформить и кристаллов, и танкоинов. Миллиончик и 20 тысяч танкоинов у нас в этом розыгрыше разыгрывается. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok